Всем добрый день! С вами канал Питомник Мила и я Людмила Горбунова. Это у меня комнатка перед теплицей. Освободили хранилище и поставили сюда болеро, невеста. Конечно, страшненькие, но это такая как норма. Там у меня теплица. Здесь лампа обычная, досветка. Я сегодня нашла фонарь и включила дополнительно его, потому что у меня все заставлено кустами. Я вчера вот что делала. Металлику, взрослый куст, пересадила в 25 литров. Бонфайр, пиксио поменьше. Надо посмотреть. То, что получила от Жени, крупнолистные, метельчатые, все заставила. Вот, заставила. Здесь присыпается болеро. Вот они, невеста. Здесь тоже все, вот, большие горшки. В основном 5-10 литров. Вот так. Здесь у меня хранилище. Ну, все простенько, но очень-очень удобно. Так, заходим. Вот сюда. Здесь Аннабель посадила большой. Вот он куст повял. Я считаю, что надо вот эту массу зеленую убрать на черенок. Ему будет легче. Вот. Мне надо в ближайшее время вот такого плана кустики. Ну, купить горшки 5-литровые. И вот это прошлогоднее пересадить хотя бы в 5 литров. У меня здесь таких вот много. Которые на цвету. Наверху тоже маточные кусты. Так, ну, вот в общем, да, как они выглядят. Здесь также надо вот это вот перевалить. Потому что места совсем, конечно же, мало. И очень сильно пересыхают. Поливаю, поливаю. Черенок беру очень выборочно. Оставляю на цветение. Здесь у меня посыпано алюмокалевые косы. Сейчас я вам их покажу. Такая вот банка. Я выспала банку. Заказывали на Валберис. Два пакета больших. Ну, по 2 килограмма. Каждый по 1250 на 2500. Так, ладно, отставим. Вот, например, я здесь взяла. Если черенок, все остальное здесь очень прилично. Это все остается на цветение. Так, здесь досветка горит. Низ. Верх не стала включать, а низ. Вот так же. Здесь уже ничего брать не буду. Брала совсем выборочно. Ой, так, с какой стороны-то здесь череночки просыпаются. Кое-что еще пополоть надо. Так, это Паненко. Это летние. Это на лето они будут. А сейчас много метельчатых в термосе. На днях будут отключаться и выноситься на улицу. Так, здесь у меня проход. Вон какие. Все на цвету. Вот. Многие сорта очень узнаваемы по листу. Вот это Блаумайс. У него лист такой удлиненный. Сейчас они тонковастые, а вообще будет он такой толстый, жирненький. Вот. Так же все на цвету. Это Хай Маунти. Вот все бутончики, бутончики. Так, это Эксилент. Он тоже узнаваем по листу. Допи Эксилент. Здесь у меня есть букет Роуз. Смотрите, какой тянется, перетягивается. Вот эта коветка уже длинная. Конечно же, надо ему перевалку больше горшок. Ну или снять, не снять, подумаю. Я брала, уже не хотела брать черенок. Так, смотрите, вот здесь ветка у меня отломилась. Это я как-то Хай Ривер. Так, что мы сделаем? Брошу воду и надо не забыть. Так, Хай Ривер, Хай Ривер. Не забыть. Вот. Это все, чего я брала и беру. Но я прошла разом. Еще может быть, но уже, наверное, практически нет. Что-то гляну, проверю каждый куст. Что-то возьму, но что-то уже брать не буду. Потому что я очень хочу видеть свое цветение. Так, это водичку пока бросаем. Бросаем, это вот Ренаты. Вот это, видите, что? Это пересох. Лист не восстанавливается. Ну, вот горшочек пересох. Здесь я уже брала черенок. Это вот оставила. Очень богатый, хороший куст. У меня и поверху, вы сколько. О, это я при вас тогда бросила. Джиппинг надо срочно. Посади. Долго воде держать нельзя. Если отламываются, я так уж не забыть, рядом ставлю с горшком. И потом есть специальный ящичек, куда я рассаживаю такие обломашечки. И подписываю каждый стаканчик отдельно. Так, ну вот здесь вот металлика, которая в оригинал был, погиб. А самую первую... Ой, какие чумазенькие. Ну ничего. Протрёмся. Вот. Самую первую я высотила в 25 литров. Первый раз такой объём. Первый раз. Это вот оригинал. Пинг. Тоже посыпала. Вот, видите. Чтобы стал блю. Хочу блю. Вот. Пинг-поп. Леорина. Вон какая. Всё на цвету. Всё красиво. Это хлорозная мандаринка. Что болтается у меня. Это старая ткань. Я закрываю вот эту вот вентиляцию. Вот. Здесь также, смотрите, видите, вот наверху некрасиво. Это просто пересох. Ну, не доследила. Сегодня полила. Такие большие кусты. Это уже идёт обычный нормальный полив. Не ложечками и так далее. Так. Постоянно добавляю лимонную кислоту. Вот. Пользуюсь. Такие вот измеряю лакусом. Водичку. Также вот этот хилат при каждой обработке. И вот это у меня мерная ложечка от гуських. Самая удобная. В ней 10 грамм. Я пользуюсь ей. Так. Ну, давайте сейчас. Столк протирал. Он всё равно рабочий. Рабочий. Сейчас я черенкую. Доделываем. Сейчас, наверное, может сегодня доделаем ясли. Интересно покажу. Смотрите, что сейчас сделаем. Вот так вот. Водичку. И ждём. И ждём. Ну, это капелька. Ладно. Вода. Не помню, подкисляла. Нет. Наверное, нет. Видите? Вот тряпочку сейчас беру. Вот она. Она у меня к 7. 7. Вот. Добавлю лимонной кислоты. И будет она у меня 5. Так вот. 5. Вот это я сегодня снимала. Пинкачу. Вот. Один куст. Это полистары. Ну, уже всё. Больше черенковать не буду. Всё здесь ещё нарастёт. Очень много будет. Так. Магикал джевел рус. Так же. Смотри, какой красивый кустик. Это вот как дубликат мой. У меня есть. Ну, всегда дубликаты. Дубликаты. Очень многие, очень отличаются по листу. Вот шнеебол. Сноубол. Снежный шар. У него как у крапивы такой. Резной лист. Прямо он очень-очень узнаваем. Мадам Мельмурье узнаваем. Он тонкий, длинный листик. Вот. Это джевел роуз. Вот брала черенок. Но здесь побегов, наверное, 15 ещё. Вот. Оставила на цветение. Конечно, в идеале бы всё в большие горшки. Но теплица не резиновая. И так я кое-как помещаюсь. Так. Вот это у меня краса лескова. Вот. Краса лескова. Уже вот просыпается. А это я в прошлом году оставляла, как вот себе. Рассаживала в полтора литра. Брала с них черенок. И, ну, сегодня, если успею, или завтра вам покажу, как сделать куст больше и старше. Вот. Богаче. Это всё вот. Вот так вот я вам покажу одну идею. Так. Ну, здесь. Такие ещё совсем они не большие. Так. Это Блюм Стар. Он очень узнаваем. Стволы красные. Ну, вы его узнаете однозначно. Внизу у меня там вот пикси. Надо уже вот ещё разово сниму. И всё. Конечно, они в четырёх литрах. А, банфайры здесь. Нет, пикси. Банфайры с другой стороны. Вот. Здесь такие-такие. Это аппетит флори. Вот. Срезала. Оставалась одна веточка. Почки были только намлухшие. Почти не поливала, но он всё равно влажный. Всё равно как бы такой вот. И всё. Больше, наверное, отсюда брать ничего не буду. Хочу, чтобы куст был такой богатый. Выше обрезка. Он раньше будет свисти. Шапки будут не очень крупные. Если низко, позже цветение. Шапки будут очень крупные. Ещё я хочу показать вам формировку. Ещё одну. Обязательно. Здесь мне надо тоже вот пройти. Стравбери. Я уже брала. Ещё кое-что здесь взять. Тоже очень такая узнаваемая. Так. С этой стороны у меня тут хлорозит. Хотя вот сульфат тоже добавляла. Вот. Здесь полистарчики. Это были. Вот. Знаете, такие вот. Прямо просто такая палочка. А, сейчас вам. Вот знаю, что камеры бегать нежелательно. Надо водить плавно. Вот. Лаймлайт, который был в термосе. Проснулся. Здесь очень много черенка. Очень. Здесь у меня летний на пробуждение. На лето временно. Потом всё пойдёт на улицу. Вот. Недавно доставали. Просыпается. Вот. Здесь я из термоса доставала. Смотрите. Это Пандора. Это я буду снимать ещё черенок. Вверх. Ну, вот, например. Так вот. Вот это всё. Вот так. Вот так вот. Донизу сформирую кустик. Потому что вот такой вот веник как бы не нужен. Корни здесь хорошие. Суховатенький. Так. Так. Что там у нас ещё? Это Паненко. Тоже вот отверх. Нам не нужно всё снимается на черенок. Это всё. Из термоса на пробуждение. Здесь клематисы. Руки не добираются. Тоже надо всё обрезать. И взять черенок. Клематисом наличия нет. Это я уже сделала. Ещё сделаю череночек. Там Рубианабель. Так. Так. Ну, здесь ничего хорошего пока пробуждается. Вот невеста. Невеста прямо красивая. Красивая. П-9 уже цветёт. Её сразу в 3-5 литров. Вот здесь. Так. Она густо, плотно стоит. Её надо раздвинуть. Конечно же. Ну, места нету. Вот такие вот невесты. Вот такие вот. Вот смотрите. Конечно, это ещё не вся красота. Вообще они очень-очень крупные цветки. Цветёт на каждом победе. На каждом-каждом. Это я вот пересадила грандбрекер. Которая самая маленькая. Взяла сегодня уже на черенок. Есть ещё миллион черенка. Ну, не миллион, очень много. Более-менее взяла. Это ещё будет нарастать. Так. Лукой сухой. Это Анабель. Надо полить. Полить. Вот ещё два грандбрекера. Один наверху. Двойной оказался. Я его поделила. Вот здесь, видите, верхний стала брать. Пусть нарастает. Низ хороший. Ну, здесь загущено. Это всё. Ну, мечта. Моя мечта. Здесь очень много черенка. Здесь я вам показывала, да? Что вот они, вот они. Тоже. Теплицу хожу, вот поливаю выборочно. Не всё подряд. А прямо каждую проверяю. И индивидуально поливаю. Очень ещё удобно вот эта вот форточка. Вот одна у нас, ну, когда сильно жарко, я сама её открываю. Вот зацепляю. Вот здесь вот. И откидываю. Так вот она сделана. Это ещё у меня муж делал. А здесь, когда, ну, жарко, она сама по температуре открывается. Вот это тоже металлика нарастает. Это тоже. Видите, всё больше нет трону. Я покажу ещё, как я сделаю. Так, здесь травка. Ладно, прополоть надо ещё. Так. Геркулес уже снимала. Ну, ещё вот на черенке. Ну, показала вам. Вот. Работы, конечно, непочатый край. Вот. Здесь вот у меня банфайры. Также вот это всё буду снимать. Всё снимать. И формировать его как скелет. Вот здесь также вот это всё. Не прямо сегодня, а завтра. Сделать черенка. Так. Так. Если у меня, например, вот, полистар в одну палочку рос, я раз сегодня сняла черенок, чтобы он раскустился и стал красивым кустиком. А здесь, смотрите, уже набирает цвет. Когда цветут гортенсии, да? Вот в малышах цветут. То есть вам покажу ещё одну формировку. Так. Ещё-то один, куда листики подсохли. Вот там банфаер, банфаер. Вот это у меня всё сформировать. Кусты неформированные. Некрасивые. Ну, всё выровню. Вот. Почему-то здесь досветка отключилась. Это Эрли Блю. Также надо мне перевалить его. Больший объём. Это проверяла на пробуждении мохито. Вот. Есть у меня вот такие в трёх литрах. Здесь вот и черенка много. Они всего по 1200. В коробочку помещается 5 штук. В коробку. Ну, что недорого, это уже режете. И они будут цвести в этом году полноценно. Убирать надо вот так. Или я обрезаю, или вы на черенок берёте. Вот. Это пятичери. Была также палочка. И вот нарастает какой кустик. И уже набирает цвет. Конечно же, сверху тоже надо всё это убрать и сформировать. Вот. Позже вам также ещё покажу. Здесь Эрли Сенсейшн. Думаю, а вдруг что-то утеряю сорт. Тоже лист очень-очень узнаваем. Полистар очень узнаваем. Ну, вот у Эрли Полистар лист похож. Но всё равно я их отличу. Многие сорта отличаются. Так, здесь, конечно, суховатый он. У меня ещё будет для вас интересное предложение по метельчатым. Вот такой. Ну, сделаю несколько наборов мини-опта. Мини-опт. Не знаю, сейчас рассказать или позже. Мини-опт. Это 40... Вообще 50 штук. Прошлогодних. П-9. 40 будет классикой. Современные сорта. Вот. В ассортименте. И 10 штучек. Будет... Такие... Ну, как... Очень топовые сорта. Это Бонфайр, Пиксио. И Паны. Это будет десяточек. И все в круговую будут стоить по 9, по 500 рублей. Это только касается 50 штук. Несколько наборов я соберу. Потому что у меня их... Я умею делать достаточное количество. Сайт на днях обновим. Каких уже метельчатых на сайте нет, они растаяли на улице. Они есть на улице. Сейчас отправка только метельчатые. Крупнолистные. Есть только Болероя невеста. Остальное все я режу. Беру на черенок. Укореняю в верхней теплице. Вон там, наверху. Вот. Сайт обновим. И плодовку обновим. Все уже. Ну, растаял. Но еще сырое, мокрое. И каких, я уже сказала, нет метельчатых. Они есть на улице. Я уже могу их свободно, спокойно взять. Денька два. Сайт обновится. Вот. Ватсап, простите. Эти дни вообще несколько дней не читала, не смотрела. Пишите. Обязательно все прочитаю. Обязательно все посмотрю. Но сейчас у меня приоритет черенкования. Отправить я вам всегда успею. Если очень срочно, не бойтесь, звоните. Вот. Ватсап посмотрю. Выходные вообще не смотрю его, потому что мы делаем в теплице с мамой и сестрой киновый череночник ясли. Я вам уже показывала. Сейчас доделаем. Также еще его покажу. Там будут разные лампы для сравнения. И проф, и не проф. И под пленочкой по-холхозному, и по-современному. Но, тем не менее, рабочие моменты, которые действительно работают. Работы у меня много. Я не присяду. Вот. Полить, последить, покормить, чтобы листик был блестящий, здоровый, красивый. Обработки. Внимание. Конечно, много-много черенка. Потом еще буду делать еще черенок. Вот. Также вам все буду показывать. Подписывайтесь. Я выращиваю, показываю все на практике. Ну, практически каждый куст, кроме некоторых вот там вот импортных, все черенкованы мной и выращены моими руками. Вот взять, если вот это вот лесково, да. Ну, здесь все. Только есть некоторые закупленные маточники. Вот. И еще, которые я вот рассаживала. Вот, вот рассадила метельчатые. Они еще только пробуждаются. Это вот от Жени. Недавняя посадка. Еще не все проснулись. Ну, тем не менее. Вот. Это также позже еще сделаю и наделаю. Сейчас самое-самое время черенкования. Вот. Всем всего хорошего. Удачи. Хороших череночков. До свидания.